Вдохнуть свежий воздух Архыза, увидеть, как развивается туризм в Карачао-Черкесии. Такая возможность выпала участникам стратегической сессии из 85 экспортных центров России. На ней они рассказали об итогах деятельности в данном направлении экономики за первый квартал этого года и о поддержке, которая будет оказана участникам в этом направлении бизнеса. Альбина Ламкова продолжит тему. Для человека, задействована в другой области, обсуждаемая тема наверняка будет скучная. Но для стратегов сессии здесь важен каждый пункт, а ответственность громадная. Представители экспортных центров регионов России участвуют в большом деле. Развивают экономику своих регионов, которая в итоге дает опору в процветании нашей большой страны в целом. Обсуждение новых проектов предполагает сформировать эффективную инфраструктуру в поддержке экспорта. На практической встрече разбирают комплексные услуги и формирование предлагаемой цены так, чтобы это было выгодно обеим сторонам. Прогадать в этом деле, как и в любом другом, нельзя. Нужно найти верный способ привлечения клиентов, уверен руководитель Центра поддержки экспорта Смоленской области. Важно, когда компания, приходя за поддержкой, получает не просто дискретную услугу, а прямо в комплексе весь спектр государственной поддержки, необходимый для выхода на зарубежные рынки от создания конкретного экспортно-ориентированного продукта и до заключения экспортного контракта. В ходе стратегической сессии участники работают в команде. Сфера у всех разная, но цель одна – создать новые предложения для предпринимателей, которые помогут реализовать выход наибольшего количества компаний на экспорт. Для этого им создают выгодные условия. Тематика нашего круглого стола – это выставочные ярмарочные мероприятия. В рамках этой комплексной услуги мы оказываем ряд дополнительных услуг. Это и подготовка коммерческого предложения, и доставка образцов продукции. 100% все услуги для клиента бесплатны. В Соседней Адыгеи, как и в нашей республике, развивается туристический бизнес. На их территории в планах строительства первой очереди канатных дорог. Так, руководитель Центра поддержки экспорта Республики Адыгеи лично убедился, что у Карачаева-Черкесии в этом направлении есть успех. Архиз впечатляет. Впечатляет именно погода, воздух. И увидел, как можно развивать горно-туристический бизнес, комплекс. Воочию вижу, что здесь у вас уже на очень высоком уровне инфраструктура туристическая. Поэтому есть куда стремиться нам, как соседям. Чередуя работу с восхищением и созерцанием от природы в Архизе, участники стратегической сессии из 85 субъектов России наглядно убедились, как нужно развивать туристическую сферу. На подведении итогов деятельности Центров поддержки экспорта его участники выработали четкие задачи и нашли решения, ответы на многие вопросы, которые в будущем дадут возможность более эффективно работать со своими потенциальными или состоявшимися клиентами в зарубежных странах. Альбина Ламкова, Мухаммед Ашибоков, Вести, Карачаево, Черкесия, Архиз.